Юниор Глеб Юткин на соревнования приехал из Минска. Велоспортом парень занимается с пяти лет. Сначала увлекся экстремальным катанием, а потом перешел на трек. За это время стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом Беларуси. В юношеском первенстве Украины решил принять участие для проверки собственных сил. Иностранцы в таких турнирах на награды права не имеют. Покрытие нам очень понравилось, трек нам очень понравился. В принципе, ездить можно. У нас в Беларуси спринт начал развиваться еще недавно только, поэтому мы только начали выезжать. Съездили уже на три, на четыре гонки и вполне удачно съездили. Чемпионат Украины по велосипедному спорту среди юношей и девушек прошел на реконструированном Харьковском велотреке «Динамо». За призы боролись свыше ста участников из Львовской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Харьковской областей. Харьковский стадион старейший в Украине и самый богатый звездами, которые здесь подготовлены в разные годы. Этот велотрек видел звезд мирового велосипедного спорта, олимпийских чемпионов Семенца и Целовальникова, чемпионов Мюнхенской олимпиады 1972 года в гонках на тандеме, нашего земляка-харьковчанина Сергея Кравцова, который был чемпионом мира и участником трех олимпийских игр. В групповой гонке на 50 кругов победил 15-летний Богдан Данильчук. Серьезно заниматься велоспортом харьковчанин начал всего три года назад, а сейчас многократный чемпион Украины на треке и шоссе. В каждой гонке своя тактика, надо вести заезды, больше надо ехать с умом, сила у всех почти есть, главная тактика. Первые круги ехал, сначала снимал финиша, потом где-то в середине гонки, ближе к концу, в отрыв уехал, ехал в отрыве и набирал очки и выиграл гонку. Соревнования такого масштаба первые на велотреке «Динамо» за довольно долгий период. В следующем году спортивному сооружению исполнится 60 лет, но 10 из них объект фактически не работал. Сами работы начались в 2012 году, потому что к тому времени уже пользоваться самим полотном было нецелесообразно, то есть это наносило большой вред и технике, на которой ездили, и была под угрозой здоровья спортсменов, потому что падали, получали травмы, было принято решение о восстановлении. На тот момент общая сумма, потраченная на ремонт спортивных сооружений, превысила 8 миллионов гривен. На кольце длиной в 333 метра полностью заменили бетонное покрытие и сделали специальные отводы, убирающие из-под трека грунтовые воды. Также отремонтировано здание с душевыми раздевалками тренерскими и восстановлены трибуны на 400 мест. У нас всего по Украине три велотрека. Харьковский, Крытый, Львовский и недавно открытый в городе Киеве. Учитывая, что здесь будут соревноваться именно трековые занятия по треку, это не такое же большое количество. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы сборная Украины проводила здесь учебно-тренировочные сборы и готовилась к мероприятиям, спортивным соревнованиям международным на открытых треках именно в городе Харькове на велотреке «Динамо». В 2012 году в детско-юношеской школе «Динамо» занимались 230 человек. Сейчас количество воспитанников выросло на четыре сотни. У нас стоят перспективы, мы будем сборить эту количество, до тысячи на сегодняшний день, а далее в кращих традициях «Динамо» и больше. Все-таки у нас на сегодняшний день нет, на жаль, тут такого бассейна, который был, и деяких видов спорта, но я думаю, что в ближнем будущем мы это сделаем. В следующем году на Харьковском треке проведут минимум три всеукраинских велостарта, в том числе национальный чемпионат Украины. Надежда Тофан, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».